здравствуйте друзья в эфире программа эксполон ее ведущие василий богданов и елена алуф здравствуйте сегодня у нас в гостях ирина бессараб владелец компании джон дуглас в россии здравствуйте ирина здравствуйте ирину удивительный человек предоставляющий удивительную марку да вообще в истории моды довольно много марок которые выросли из какой-то профессиональной одежды вот я знаю там коламбия делала куртки для рыбаков кажется да потом вы же нам сказали перед передачей что timberland делал куртки для ботинки для лесорубов а компания джон дуглас тоже имеет вообще уникальную совершенно историю вот расскажите в двух словах что это за марка одежда дуглас изначально предназначалась для пилотов то есть это тот самый дуглас который были самолеты раньше дуглас лет 50 70 назад авиационная компания дуглас которая прекратила сейчас коммерческую деятельность как авиакомпания но вот бренд выкупили итальянцы торговую марку переместили таким образом в европу и стали одевать летчиков и сегодня вот как профессиональный бренд он вполне себе успешен то есть занимает большую долю рынка и все кто летает на самолетах вертолетах его знают хорошо да бренд развивается именно в этом направлении битуби одевать настоящих летчиков например летчики испытатели вертолетных заводов вот наших в россии они все у нас одеты в куртки дуглас но это наверное высокотехнологичная продукция да это тот аспект которому наш профессиональный департамент уделяет самое большое внимание потому что в авиационной одежде очень важны безопасность показатели всякие вентиляционные антигорючие большое значение удобства имеет для пилотов а вот смотрите раньше но ведь насколько я понимаю если дуглас он ведет свою историю аж там десятки лет тому назад да ну это давний бренд да вот насколько я понимаю в те времена самолеты не имели герметичных кабин поэтому пилот одевался как это как на северный полюс теплее да у него такой шлем такие значит здесь очки там ум ты значит все это меховое пистолет обязательно потому что если совершить вынуждены посадку в тайге там или где значит от зверя nz там прочее вот сейчас это как является атрибутикой бренда ну понятно что вряд ли там продаются в магазине там пистолеты или ракетницы ну хотя бы там оформлении бренда или что-то еще по-прежнему одежда дуглас она очень традиционно то есть вот номер один наша позиция это настоящая летная куртка из такой толстый традиционно такой авиационной кожи номер два это дубленка бомбер из овцы по сути это что сто лет назад что сейчас один из самых теплых материалов и наши дубленки они имеют и внешне такой копия точная первых бомберов и тот же самолетный шлем он сделан из меха овцы он очень легкий теплый при необходимости в него можно встроить вот такую гарнитуру как у вас здорово здорово а смотрите правильно я понимаю что вот сейчас этот бренд активно выходит на обычного потребителя то есть это тоже такая ну хорошая правильная история когда оставьется символика но уже материалы проще искать одежда дешевле как бы уходят профессиональные необходимые там принадлежности в одежде но остаются они как вот такой налетом что льда стилем да когда мы первые несколько лет одевали только летчиков в россии там московская москва петербург столкнулись таким феноменом что человек покупает летную куртку в клубе например вертолетную возвращается домой а его сосед говорит где-то взял всю жизнь мечтал о такой же летной куртке вообще вот готов там за нее на многое ему говорят так не надо много вот есть там вертолетный клуб 200 километров от мкада и у него недоумение конечно он не поедет так далеко если у этой марки магазин там где-то ближе к центру и мы открыли первый интернет магазин который пользовался огромной популярностью и мы заметили что покупателями какой-то процент высокие это все-таки люди близкие к авиации летчики которые всю жизнь мечтали о летной куртке потом в ходе каких-то там перемены обеспечения все такое их выдавали все меньше и меньше эти куртки а качество было все хуже и хуже вот он сейчас приходит и сам выбирает размер цвет не зависит от снабжения там и так далее он все-таки это это его профессиональный выбор одежда для работы да и появился второй сегмент это просто люди которые либо хотят выглядеть как-то неформально необычно либо вот просто тяготеют к летной куртке вот человек одевает ее и у него появляется какая-то история вот он уже не просто бухгалтер там или какой-то это налет романтики конечно кто-то может быть книги читал кто-то фильмы смотрел кто-то марки коллекционировал не знаю с папанинцами скажите а вот таким романтиком где можно купить это в розницу если какие-то магазины куда можно просто приехать и купить вот замечательный бомбер в настоящее время у нас несколько магазинов поскольку вот наша такая политика первоначальная была мы продаемся в вертолетных самолетных клубах они открывают пайлот-шопы и как правило это они монобрендовые посвящены вот маркет дуглас таких магазинах сейчас в московской области порядка пяти но это именно при клубах при клубах и у нас есть свой собственный магазин шереметьево если вот вы поедете у нас что аэропорт на свой рейс на аэроэкспресс это вы будете проходить как раз через галерею аэроэкспресс и будете проходить наш магазин кстати никогда не обращал внимание но теперь обязательно загляну я вот специально специальный вопрос может запасти полчаса и там но смотрели чашку кофе еще раз хочу уточнить это настоящая одежда не стилизованная а самая настоящая одежда которую покупают точно так же профессиональные летчики да повторюсь у нас есть два департамента что один одевает полностью летчиков и этот департамент он как раз огромное значение придает всевозможным технологичным моментом то есть мы постоянно ищем ткани по всему миру которые скажем вентилируются но внутри они все-таки хлопковый приятный в которых человек может сидеть долгое время потому что летчик это профессия романтическая но в реальности достаточно тяжелая и человек сидит долгое время нагрузка большая особенно когда самолеты не такие вот современные эти аэробусы а это вот например самолет для каких-то внутренних линий или там сельская авиация ли что-то еще понятно он у него будут высокие требования к тому в чем он проводит эти вот долгие часы полета а существует ли какая-то мода вот в этом направлении может быть вы следуете тенденциям модным каким-то что-то вносите в свои коллекции но вот как раз когда у нас появились такие новые клиенты которые не являясь летчиками и не будучи вовлечены в авиацию тем не менее выбирали авиационный стиль для своей куртки для отдыха да то есть получается что вся одежда кейжа она посвящена нескольким сегментам это либо яхты либо пола либо гольф ну и мы столкнулись с тем что для нашего человека пола это какой-то вообще пустой звук вот вы знаете что это такое я туманно представляю гольф ну что-то что-то очень камерное в самом начале а вот авиация она по-прежнему очень близка каждому человеку и когда ты с кем-то знакомишься я знакомлюсь я занимаюсь летной одеждой и просто в стопроцентных случаях оказывается что либо сам человек в армии служил либо у него там у девушки до сих пор муж работают в ракетных войсках либо папа был вертолетчик либо спрашивают то есть то есть вот сих пор хотел до сих пор авиация она очень в сердцах наших людей вот это был действительно феномен который поразил очень там наших западных партнеров что такой вот высокий интерес к этому героическому стилю в принципе ну я думаю такой залог смотрите ирина все понятно я все таки еще раз я до сих пор не понял вот я понял что вы продаете одежду настоящую для летчиков я не совсем понял по поводу коллекции для обычных людей которые не летчики но хотят через эту одежду прикоснуться к стилю она упрощенная она какая-то это другая линейка это другое направление или что это потому что я извиняюсь еще раз перебью ведь на раз вы говорите про высоко высокие технологии наверняка это не очень дешево ну сколько вот стоит куртка настоящий там для летчика до куртки у нас 10 тысяч рублей 20 30 куртки у нас не не дешевая значит естественно когда мы решили развивать вот это вот как мы называем гражданский департамент то что вы знаете фэшн вам нужно делать какую-то особую как бы стиль сохранить но сделать более но они и не нужно мне куртку настоящую летную в которой человек летает чтобы ходить по московской улице ну конечно мне нужен облегченный вариант мы столкнулись с несколькими такими вот вопросами которые были вынуждены решить за счет уже как раз нашего итальянского дизайн-бюро значит человек во-первых такой наш потребитель фэшн он сказал что его средний бюро да он сказал что куртка пилота на слишком такая тяжелая слишком объемная дальше например если мы летчиком делаем рубашки пола из специального хлопка который там не мнется долго времени пачкается и в принципе их волнует два вопроса цвет зима-лета естественно потребитель фэшн ему он не понимает как этот цвет зима-лета я узнаю что в этом сезоне модный оранжевый фисташковый голубой и нам пришлось тоже делать то есть мы не можем людей сказать что знаете вот меняли все сейчас пола зеленая там она белая соответственно вот эти коллекции которые мы делаем фэшн департаменте они абсолютно создаются с учетом всех тенденций мировых модных ими занимается дизайнер итальянец мой коллега который очень большой профессионал и умница в этой сфере работал со многими итальянскими брендами и если мы делаем коллекцию например там лето то это куртки которые просто вот с учетом всех где уже не такое большое внимание уделять скажем вентиляции там и негорючести но больше цвету фасону как это все сидит на модниках а бренд при этом остается тоже джон дуглас или это какая-то версия там джон дуглас гражданская версия нет бренд также называется джон дуглас да ведь существует же еще и женская линия да можно немножко поподробнее я воспользуюсь ситуацией так девушке или летчики мы столкнулись с таким интересным феноменом значит если у нас наш потребитель дуглас курток будь то там фэшн и профессионал такой мужчина между 30 и 40 который вот тяготеет к авиации который вообще любит кожу больше кожную куртку чем текстиль да то женщины девушки это как правило на порядок младше и это просто люди с таким повышенным индексом модности потому что девушка которая выбирает себе для там времяпрепровождения летный комбинезон джинсовый весь в шевронах винтажных или там фиолетовые летные шлема у нас такие есть естественно это модница то есть мы имеем дело с такими девушками которые женщины которые хотят выглядеть необычно которые там как-то может который до сообразить может зеленый там бомбер женский с каким-то платьем в общем я понял вот в эти шлемы встраиваются гарнитуры для подключения мобильных телефонов для того чтобы музыку слушать ну вот такой у нас не было практики встраивают идея можно да можно реализовать мы работаем с таким серьезным окб который вставляет всевозможные виды гарнитур для переговоров на высоте как давно вот у вас началась эта гражданская линия гражданская линия она такая достаточно молодая мы порядка наверное вот сейчас у нас такая четвертая коллекция всего пару пару лет ну в общем это совсем да не долго как вот вы уже почувствовали ее там рентабельность искать эффективность спрос то есть мало магазинов много там да кто ваш конечный потребитель кто промежуточный потребитель единственное что ирина сейчас попрошу не отвечать мы поговорим об этом во второй части программы и вы расскажете как продвигать эту продукцию как находить партнеров и собственно организовывать сбыт до дорогие друзья рекламная пауза дорогие друзья снова здравствуйте продолжаем программу экспал он студии ведущие василий богданов и елена алуф здравствуйте сегодня у нас в гостях ирина бессараб владелица компании джон дуглас в россии еще раз здрасте ирина здравствуйте в первой части рассказали нам прекрасную историю о том как из ну есть одежда профессиональная для летчиков да вот эти куртки замечательные потом как вы сказали еще бомберами бомбер а кстати что это такое-то бомбер бомбер это летная дубленка дубленка я так и думал да короткая потрясая потрясающие да и вот мы стали говорить о гражданской линии у вас на сегодняшний день уже там пару лет вы торгуете и вот лена оказывается знать что есть и женская коллекция или только развивается это вообще нечто грандиозное которое предвещает вообще взрыв там на модном рынке да расскажите кто ваши покупатели конечные что это за люди да кто ваши покупатели промежуточные то есть сети магазины там с кем вы работаете в общем о сети распространение значит у нас такая такое видение продвижения бренда поскольку все таки этот бренд как мы называем его поддерживаемый небом то нам очень нравится идея появления в каждом крупном аэропорту россии летного магазина и соответственно этот магазин поддерживается поскольку все таки в аэропорту есть специфика торговли да люди там же безумные цены на аренду да но это как раз уже решается каким-то административным ресурсом потому что как правило летчики они очень заинтересованы они очень хотят чтобы был пайлот-шоп то есть в нашем магазине в шереметьево у нас все авиакомпании проходят через нас и всех всех все наши друзья соответственно нам бы хотелось чтобы в каждом аэропорту крупном ты вот прилетаешь там екатеринбург сам самару какие-то такие аэропорта здесь где есть место и где бывает какое-то количество людей чтобы там был пайлот-шоп джон дуглас мы в принципе открыты партнерство если у кого-то есть какие-то ресурсы на открытие их магазинов знакомства вот да с в аэропортах то это было бы просто прекрасно будь то там пулково петербург у нас похожий проект заработал там так давно в киеве немножко у нас сейчас не мир то есть правильно я понимаю что вы сейчас открыты для партнеров которые имеют компетенцию продавать одежду ну или там что-то похожее в аэропортах да вот вы со своей страны готовы не только дать коллекцию но и может быть даже а как-то привлечь силу своего бренда чтобы поговорить о хорошем месте там для этого магазина какой-то там вменяемые ставки аренды там что-то еще да мы полностью предоставляем все вот оформление магазина у нас очень красивый проект магазина разработан такой повторяющий флюзеляж самолета и вот один магазин по нашим наших мечтах бизнес он на в аэропорту а второй в каком-то таком хорошем таком торговом центре до этого города логично и такая мечта что вот пришел человек значит в магазин его притащились так семья селком он идет такой несчастный вдруг видят что самолет да и вроде как уже все это становится не так тяжко и человек заходит в магазин джон дуглас где где встречает продавец который может поддержать разговор про авиацию который знает что вообще происходит какие вертолетки самолета новые показывает коллекцию как классических курток да они всегда имеют место вещь которые повторяются в каждой коллекции так и новая коллекция как бы для 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 детей красный профиллер на стене вырезки пролетчика севрюгова да это серьезный концепт вы как-то проводите собираетесь проводить или проводите какие-то тренинги для персонала да конечно мы у нас любой новый сотрудник будь то бухгалтер или дизайнер в первую очередь должен быть фанатом авиации его сразу же первый рабочий день это с посещение наших партнеров вертолетного или там самолетного какого-нибудь аэродрома где он летает где ознакомиться с летчиками в общем это вашем бренде очень важна вовлеченность атмосфера человек вы совершенно вы справедливо отметили человек может работать кладщиком бухгалтером неважно но он должен вот иметь хобби связанные с авиацией может быть там читать книги так сказать строить вот эти полно модельки может быть вот многие в детстве строили там еще что-то да 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 дальше происходит такое же развитие эти магазины они в них поступают коллекции сезонные межсезонные дальше мы полностью до поддерживаем на сегодняшний день есть вот такие магазины которые можно смело назвать образцовыми у нас есть несколько магазинов но они все-таки пока все такого авиационного формата будет профессионально будет туда будь то шереметьево будет магазины наши которые вокруг там москвы по мкаду они все пока в летных верных каких-то структурах но вот поскольку сейчас у нас готовы это очень необычная и очень такая действительно модная коллекция новая как раз вот уже с последующими мы готовы ступать то есть вы в начале пути да это на самом деле хорошо для ну как это хорошо и плохо но плохо потому что рынок новый да и не каждый потенциальный партнер уверен в том что эта одежда будет пользоваться спросом да потому что непроверено да с другой стороны поскольку опять же это плюс что рынок новый значит можно открыть вот этот замечательный магазин да и сразу захватить вот если сколько есть там фанатов да вот сразу их и себе и забрать в любом городе в любом регионе совершенно так такой вопрос какие предполагаете ли вы какие-то какое-то воздействие на конечных потребителей но когда запускается новый бренд по идее ну как бы есть два пути первый путь просто торговая точка торговая точка проходимом месте это уже сам по себе носители бренда и можно завлечь так сказать людей там и прочее либо иногда все-таки делают ну более-менее массированные кит рекламной кампании вот как в этом привлечь не знаю там эти экраны там в аэроэкспрессах там или может быть как-то в журналах бортовых там или что-то еще мы постоянно занимаемся чем таким продвижением самого этого лайфстайла и нашего бренда в частности у нас мы делали рекламу к 23 февраля в журнале man's health и к нам мужчины приходили с вырванными страницами журнала из фотографии летной куртки вот такую хочу это было очень вдохновляюще да с аэроэкспресса можно гордиться с аэроэкспрессом и сотрудничаем они кстати и на показе вот на нашем тоже были периодически печатают новости про нас какие вы видите задачи вот на сегодня на ближайший там год-два вот есть у вас какие-то количественные планы например открыть допустим по одному магазину в каждом миллионники или как вот сами себе плана развития может быть какой-то формат может быть детскую одежду вы хотите добавить у нас есть детская одежда таким небольшим вкраплением и причем это очень хорошо работает потому что если уже папа покупаете летную куртку то ребенок конечно тоже очень не избежит и при том что опять же повторюсь летный шлем это одна из самых вообще теплых вещей что на нашу зиму можно найти для ребенка джон дуглас мы сейчас подготовили таким форматом франшизы то есть человек покупает полностью готовый бизнес с бизнес-планом с торговым оборудованием дизайна магазина со всеми рекомендациями по торговле по там инвестициям покупаемости послушайте это же очень интересно и внимание я начинаю рекламировать будущие байры экспалона да прислушайтесь пожалуйста есть такой замечательный бренд он фактически работает на всю семью он формат семейный и я считаю вот я как мама гарантирую это очень круто когда папа и ребенок еще и мама все в бомберах мне кажется замечательная идея спасибо смотрите вы упомянули о том что собираетесь там обучать продавцов планируете ли вы какие-то семинары может быть проводить или что специальный брендбук у вас как это все выглядит да конечно у нас есть и брендбук и семинар мы проводим если удаленные наши представители то в скайпе у нас есть люди которые занимаются специально кожей тренингами по коже потому что таких кожи это вот с чего марка вообще выросла традиционно а вот этот вот ретро дух там давить все таки это же но такая одежда же не своей тоже не просто ну там костюм и вот мы заходим в салон самолета нас встречает там стюардесса или командир корабля в обычном пиджаке ну просто с нашивками это же все таки там 50 лет недавности до такой ретро соответственно вот эти продавцы или там менеджеры магазинов они что же должны быть в духе вот как-то про перелеты там в америку там через северный ледовитый океан там про что-то еще вот это есть такой у вас курс вашей системе обучения вот мы хотим этому посвятить больше поделить ему больше внимания как раз всем новинкам какие модели вертолетов сейчас пришли в стране что можно купить коммерческой графе сикорского биографе сикорского чем наша страна там до сих пор каким вертолетами торгует успешно и так далее про интернет хочу спросить вы продаете одежду через интернет по заказ доставкой да у нас очень сильный собственный интернет-магазин платформа john douglas shop.ru и у нас есть несколько партнеров интернет-площадок сильных с одним из этих магазинов мы познакомились в петербурге это площадка top brands boutique.ru было очень интересно как байеры этих интернет-магазинов они не ожидали такого интереса людей к летной продукции то есть взяли буквально нашу марку как из духа противоречия что что это такое летное а потом оказалось что только все спрашивали то они позвонили прошлой зимой сказали что ира поздравляем вы дольче габбана сделали по продажам там какой-то позиции да потому что как раз таки вот интерес конечного потребителя вот к этой одежде с такой героической символикой с крыльями с летными шевронами он казался такой очень позитивный как раз то внушает оптимизм ирина хорошая история у вас правда увидится большое будущее это очень здорово когда новый бренд от свежий абсолютно свежий да у нас этого не было с героической символикой совершенно правильно сказали но вам мне кажется сейчас нужно просто аккуратно но неуклонно налаживать дистрибуцию потому что тогда успех будет не за горами а когда купить негде ну тут сколько какой бы бренд замечательный не был если у но не каждый все-таки увидит его в там в аэропорту когда ты бежишь там нужно торопиться на регистрацию или обратно там или на поезд все-таки конечно да нужно развивать обычную гражданскую дистрибуцию да да когда страна у нас широкая аудитория не охваченный в общем-то достаточно много даже слишком много и наши регионы они все-таки с героическим достаточно характером особенно если взять там сибирь на же скажите пожалуйста вот открытие международного центра шоурумов экспалон но как-то может вам в этом помочь как вы оцениваете его влияние на ваше развитие на ваш бизнес будущем мне очень нравится эта идея такого шоурума который находится не так далеко как привыкли люди ездить там за товарами для бизнеса если будут под одной крышей собранные необычные интересные марки и человек который постоянно должен обновлять ассортимент своего магазина одежды скажем или обуви аксессуаров может прийти и в одном месте увидеть все новинки думаю что это очень начинание перспективное ну и отлично спасибо спасибо да последний вопрос в завершении программы а вы сами пилотируете самолеты или вертолеты да я вот сейчас как раз нахожусь в таком на таком перепутье потому что у меня друзья из двух лагерей противоборствующих и вертолетные и самолетные я вот сейчас как раз таки думаю на чем все-таки остановиться и получить видеть летное свидетельство как пилот вертолет или самолетом склоняясь самолету все что вам пожелаем в этом всяческой удачи как она потом это выглядит потом расскажете но и в свою очередь пожелайте что-нибудь своим коллегам нашим телезрителям потенциальным покупателям и партнерам телезрителям я бы хотела пожелать прежде всего успеха в бизнесе находить чутко именно те марки тот продукт который будет радовать долгое время и отвечать всем требованиям спасибо конечного потребителя спасибо спасибо дорогие друзья в гостях у нас была ирина бессараб а вели программу василий богданов или налов до свидания до свидания спасибо